МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии Сергей Прохоров. Здравствуйте и в этом выпуске. Трагедия на железной дороге в Минске. Электротоком убит студент, его товарищ в больнице с 80% ожогов тела. Партизанский парад 44-го. Сегодня в Минске вспомнили события первых дней, освобожденного от оккупации города. Янтарное солнце, день литовской культуры у столичной ратуши продлится до позднего вечера. Президент Беларуси проведет переговоры с лидером Вьетнама. Чан Дай Куанг 26-28 июня посетит с официальным визитом нашу страну. Сегодня стало известно, что встреча глав двух государств запланирована на ближайший вторник. Она пройдет во Дворце независимости в формате один на один, а также в расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны обсудят весь комплекс вопросов двухстороннего сотрудничества. Главной темой переговоров станет развитие торгово-экономического взаимодействия. В этот же день Александр Лукашенко и его вьетнамский коллега примут участие в открытии совместного бизнес-форума. В Пакистане растет число жертв теракта в городе Парачинар. В списках погибших уже более 70 человек. Около 300 ранены. Многие в тяжелом и даже критическом состоянии. Взрывы прогремели на городском рынке накануне с промежутком в три минуты. В момент атаки там было многолюдно, поскольку многие пришли за покупками в честь окончания Рамадана. Теракт решительно осудили во всем мире. Соболезнования родным и близким погибших руководству Пакистана выразил президент Беларуси. 200 человек воропали без вести на деревню в китайской провинции Сычуань. Сошел оползень. Горные породы похоронили 46 домов. На месте природной катастрофы идут поисково-спасательные работы. В них участвуют более полутысячи спасателей, а также пожарные и медики. Задействована тяжелая техника. Однако пока найти удалось лишь тела двоих местных жителей. По счастливой случайности, верной смертью удалось избежать семье с месячным младенцем. Родители обижали с селения после первого камнепада с гор. 20-летний студент погиб на железной дороге в Минске. Ее товарищ с 80% ожогов тела в больнице. Молодые люди пытались перелезть через цистерну в районе станции Минск-Сортировочный. Их ударило током от контактной сети. Что именно стало причиной такого истечения обстоятельств, предстоит разобраться следствием. Впрочем, железная дорога таит немало опасности для тех, кто нарушает правила нахождения вблизи путей. Добавлю, эта трагедия произошла минувшей ночью. Скорая помощь не могла подъехать к месту происшествия. Спасатели более 500 метров несли выжившего парня на носилках через линии теплотрассы. 24-летний программист госпитализирован с термическим ожогом четвертой степени. Офицерское пополнение. Выпуск курсантов Белорусской военной академии прошел сегодня в Минске. Погонные из рук командиров получили более 500 человек. Ощущение, чувство гордости за принадлежность к вооруженным силам и к офицерскому корпусу вооруженных сил. Минимум до генерала дослужиться. Это обучение военной академии и вообще само прохождение службы дает выпускнику, офицеру крепкий мужской стержень, который он пронесет на всю жизнь. Надеемся, что будем спать спокойно теперь, потому что именно родной человек нас будет охранять, самый близкий. Надеемся, что спустя несколько, много-много лет мы будем честовать генерала. Военная академия в числе крупнейших вузов страны. Здесь открыты 12 факультетов, в том числе командно-штабной и факультет генерального штаба вооруженных сил. Лейтенантские погоны сегодня вручили выпускникам Института пограничной службы. Торжество прошло на площади государственного флага. Этот выпуск для учебного заведения стал юбилейным, 20-м. Офицеры простились с боевым знаменем. Альмаматор приняли кодекс чести и закружились в вальсе. Впереди у них короткий отпуск и первое место службы. Все ждали этого дня на протяжении пяти лет. Вот он наступил, поэтому все очень счастливы. Помимо нас, наши родители, наше руководство, наши офицеры, жены. Я с уверенностью хочу сказать, что выпускники 2017 года с честью и достоинством выполнят свой долг по обеспечению пограничной безопасности Республики Беларусь. При этом решать задачи будут профессионально грамотные, дисциплинированные и морально подготовленные к трудностям офицеры. Сегодня выпускники пограничного вуза не только профессионально подготовленные кадровые военные. В арсенале их знаний, помимо профильной специализации, тактическая и практическая подготовка, совершенное владение иностранными языками. Первое послевоенное шествие по освобожденному Минску в июле 44-го сегодня воссоздали в центре белорусской столицы. Атмосферу того времени постарались передать в деталях. Как и 73 года назад, молодежь маршировала по улице. Их приветствовали бывшие красноармейцы, свидетели страшных дней войны, ветераны Великой Отечественной. Здорово, да и все. Место закроют частично или полностью ориентировочно с 6 вечера во время перемещения военной техники из микрорайона Уручье в центр, а также в воскресенье на рассвете, когда колонна будет возвращаться обратно. С 10 вечера ограничат движение непосредственно в районе проведения репетиции. Коррективы также внесены в график движения и маршруты общественного транспорта. Недостаток солнца в Минске сегодня с лихвой компенсирует блеск янтаря. Лучистые камни с Балтийского побережья привезли литовские мастера. Сегодня в Верхнем городе впервые проходит праздник литовской культуры. Традиционные промыслы, национальная кухня, музыка и песни будут здесь звучать до самого вечера. Ближе к сумеркам у ратуши развернется проект «Джазовые вечера». Перед публикой выступят исполнители из Беларуси, США и Туниса. Но мы продолжаем следить за развитием событий, репортажей, эфирное видео. Всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Присоединяйтесь также к нашим группам в социальных сетях. Следующий выпуск в 19.30. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok